Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Как не попасть на удочку мошенника-застройщика? Советы эксперта. Проблемы территории и их решения. Сергей Сергеев проводит встречи с главами сельских округов. Прощай, ОДН. Из квитанции коммунальных услуг исчезнет спорный пункт. Губернатор Кубань Вениамин Кондратьев сегодня поручил разработать единые принципы градостроительной и архитектурной политики региона. Я цитирую. «Наша строительная отрасль – это важнейшая составляющая экономики. Край как поддерживал застройщиков, так и будет поддерживать. Но только тех, кто соблюдает правила цивилизованной застройки», – подчеркнул губернатор. Застройки не только ради квадратных метров, но и застройки красивый, украшающий, а не уродующий город. Он рекомендовал провести в соответствии друг с другом все генеральные планы и правила землепользования на местах. Разработать требования к архитектурно-градостроительному облику объектов в каждом городе и районном центре. Установить ограничения по высотности объектов капитального строительства. В Анапе, где сегодня ситуация находится под жестким контролем муниципалитета, уже в списке самостроев, которые пойдут под снос, более 50 зданий. Все они построены с нарушением закона, в их числе магазины пересечения улиц Таманская и Калинина. Владелец уже не раз попадал в черные списки недобросовестных застройщиков. Теперь же по решению Анапского городского суда это строение будет снесено. Инициатором стала администрация города и межрайонная прокуратура. По этому объекту будет производиться снос 22-го числа в 9 часов 30 минут силами администрации. По указанному иску взыскателем является администрация, поэтому в тесном взаимодействии мы будем производить работы по демонтажу этого капитального объекта в магазин продуктов. Решение суда довольно проблематично в исполнении, но опять же нам помогает при исполнении администрация. И все процессуальные вопросы мы, кроме того, согласуем с прокуратурой, дабы не нарушить интересы и права граждан. Среди запланированных под снос строений есть не только магазины, но и много квартирные здания. Как обезопасить себя от мошенников и не пополнить среды обманутых дольщиков при покупке квартиры, нам объяснили в администрации города. Необходимо в первую очередь оформить градостроительный план земельного участка, затем получить разрешение на строительство. Если это объект коммерческого назначения, то необходимо согласовать проект с администрацией муниципального образования города-курорта Анапы. И в дальнейшем таких эксцессов уже не будет. Не надо будет обращаться в администрацию суд с требованием оснощения самовольного возведимого строения, а застройщик не будет терять деньги, которые он вложил в объект строительства из-за того, что нарушил закон. И в продолжение темы, что по этому поводу думают жители и гости курорта, выясняла наша съемочная группа. Вот эти вот застройки, которые непонятно какие там дома строятся, нарушается экология, нарушается, я не знаю, все. Нам нравится, когда мы приезжаем, воздух чистый, горный, морской, который перемешивается, мы дышим. И вдруг вот эти вот незаконные строительства, которые еще неизвестны, чем это все обернется. Анапа красивейший город. Анапа чистый город. И здесь в каком-то таком уголке красивом какую-нибудь уродину уляпают. Зачем? Для чего? Особенно, когда по морю идешь, не по морю, а по берегу моря, там наляпают черти что. То есть их поубирать, какая красота и чисто будет. Если незаконно построили, значит нужно это дело ликвидировать, чтобы неповадно было другим. Высаживают насаждение хвойных пород. Нужно продолжать это делать. Конечно, озеленять город, а не делать из него мегаполис. Сносить их и все. Сразу же сносить. Постановление давать в суд и сносить. Наказать раз человека и второй раз он задумается уже. Я вот считаю, на море нельзя строиться. Ну нельзя просто. Вы же тоже понимаете. Как понастроить, так и отдыхать людям негде просто-напросто. В начале года наметить планы, узнать болевые точки и проблемы, которые волнуют людей. А их, как никто другой, должны знать руководители сельских территорий. Мэр Анапы Сергей Сергеев проводит рабочие встречи с главами округов. В кабинете мэра Николай Ласько, глава Первомайского округа. Сергей Сергеев принял решение дать больше полномочий руководителям сельских территорий. В вопросах ЖКХ, архитектуры и строительства на местах решающее слово за главой сельского округа. Он решает, надо выходить за пределы параметров, если это касается архитектурных вопросов. Надо ли здесь строить или выделять землю, чтобы у нас ляпов этих не было, чтобы мы в парке не выделяли помещения под магазины. Понимаете? Глава лучше всех знает. Какие дороги нуждаются в ремонте в первую очередь, тоже подскажет сельский глава. Сверится с обращениями жителей и составит список для управления ЖКХ. Своему заместителю Владимиру Забураеву Сергей Сергеев дает поручение. Особое внимание строительству тротуаров. Ремонт ДК в Разнаколе, решение экологической проблемы в Юровке, ремонт дороги в Иваново, водоснабжение в Чуконе. Встречи с сельскими главами в начале финансового года позволят собрать полную картину нужд территории. И к другим темам. На улице Крымской приступили к монтажу автоматической системы полива газонов. На центральной улице города Крымской приступили к новому этапу благоустройства. Рабочие Римстроя начали монтаж автоматической системы полива газонов и клумб. Технология производства не так проста. Рабочие копают траншею, в которую уложат водопроводные трубы и трубы с кабелем для автополива. Протяженность участка, который предстоит пройти, 2,5 километра. Благодаря нововведению газоны будут изумрудно-зелеными. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 15 января, в связи с проведением ремонтных работ, с 9 до 17 часов будет частично прервано электроснабжение в селе Витязево и поселке Песчаном. И с 12 до 15 часов в станице Анапской. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС, 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Новый год наступил и тема, волнующая многих, что будет с коммунальными тарифами. Сегодня стало известно, что с 1 апреля 2016 года строчка расходов на общедомовые нужды в квитанциях на оплату коммунальных услуг исчезнет. И плата ровно в объеме ограниченным нормативам, необходимым для обслуживания конкретного дома, войдет в жилищную услугу. А строчка ОДН из коммунальных услуг исчезнет раз и навсегда. Такое решение озвучили сегодня в Министерстве строительства и ЖКХ. Помимо этого, в 2016 году рост совокупной платы за ЖКХ по России не должен превысить 4%. При этом отдельные платежи могут вырасти существенно, но обязательно должны быть скомпенсированы сдерживанием роста цены других услуг и резких скачков платы граждан за коммунальные услуги не ожидается. Мы продолжаем рассказывать о победителях конкурса «Профессионализм. Достоинство. Честь». Сегодня наш рассказ о тех, кто прославляет наш город. Этот парень – пример для многих. В том, как радоваться жизни даже тогда, когда на это просто нет сил. Тем, кто не верит в себя, потерял здоровье и ищет самые разные способы забвения в трудных жизненных ситуациях. Никита Ванков во время прыжка с пирса получил тяжелейшую травму позвоночника. Но уже со второго месяца болезни он начал заниматься физическими упражнениями по системе Дикуля. Далее был пневмокостюм космонавта и огромное желание встать на ноги. Врачи такого прогноза не давали, а Никита не перестает удивлять их своими результатами восстановления и спортивными победами. Он пятикратный чемпион России по толканию ведра, принимает активное участие во всероссийских и международных соревнованиях по парадайвингу, успешно закончил автошколу и получил права в категории «Б». Никита – единственный инвалид из числа паралимпийцев, поднимающий штангу весом 60 килограмм. За огромное стремление преодолеть недуг, проявленную силу воли, целеустремленность, упорство, достигнутые спортивные успехи, Ванков Никита Александрович награжден именной премией губернатора Краснодарского края. А в «Звездном городке» в Центре подготовки космонавтов Анапчанину вручили памятную медаль Юрия Гагарина. Человеку даны неограниченные возможности, если он верит в себя. В номинации «За волю к жизни» награжден замечательный паралимпийц. Первый парадайвер Анапы – человек яркой судьбы Никита Александрович Ванков. На пляжах Анапы и Бугасской косы пройдет песчаный марафон Черного моря. Этому мероприятию, как утверждают его организаторы, нет аналогов нигде в мире. Стартует марафон 2 октября в поселке Витязево. Бегунам необходимо будет преодолеть половину дистанции в одну сторону, получить контрольную отметку и вторую половину пути проделать в обратном направлении. Бежать участники смогут даже по воде. Все участники стартуют одновременно. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 15 января в Анапе пасмурно. Температура воздуха днем плюс 6-7 градусов. Ночью до 4 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости Производственное предприятие Меркурий-2 приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости Производственное предприятие Меркурий-2 Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей «Випарт». «Випарт» – клуб avez-vous déjà Bizim. «Випарт»» – клуб sleut hun. Продолжение следует...